В ходе поездки в Сухумский район президент Асламжане посетил село Дзукте, где идет строительство моста. Три года назад на этом месте произошел оползень, который смыл дорогу и мост. Всего в селе проживает 12 семей. Во время ливневых дождей река выходит из берегов, и жители фактически оказываются отрезанными от города. В июне администрация района своими силами приступила к ремонтным работам. В настоящее время возводится берегукрепительная стена, после чего приступят к строительству моста, которое планируют завершить до конца текущего года. Общая сумма расходов – 4 миллиона 900 тысяч рублей. Далее Асламжане посетил село Баслата. Здесь, по улице Адама Хуаде, в рамках инвестпрограммы была заасфальтирована дорога протяженностью 1 километр. Президент осмотрел весь участок дороги. Работы по асфальтированию заняли чуть больше 10 дней. Было выделено 4 миллиона 690 тысяч рублей. 5 тысяч 515 квадратных метров, протяженность 1 километр, плюс со съездами к людям. Тут практически на легковой машине невозможно было ездить. Дорога была убитая. С советских времен тут никто никогда ее не ремонтировал. Асламжане также осмотрел дорогу в селе Гумиста протяженностью 7 километров. Еще в 2020 году в рамках инвестпрограммы здесь был уложен асфальт. Сметная стоимость работы составила более 25 миллионов рублей. После осмотра объекта президент провел совещание в администрации Сухумского района. Глава района Алхаз Чернава считался о проделанной работе за 10 месяцев. Поступление собственных доходов составило 140 миллионов рублей. Перевыполнение плана 6 миллионов рублей. Плановые показатели перевыполнены и по налогу на прибыль, и по доходному налогу. Показатели по земельному налогу, спецналогу, патентным платежам выполнены на 100% и более. Говоря о криминогенной ситуации, Алхаз Чернава отметил, что наблюдается тенденция снижения преступной деятельности. Всего зарегистрировано 39 преступлений, в то время как за аналогичный период 2020 года было 53. По линии ГАИ района совместно с силами с управлением ВД было проведено 258 рейдовых мероприятий, в которых выявлено 2586 нарушений правил дорожного движения. Из них 88 – это вождение в нетрезвом состоянии и различные. Но по количеству ДТП, к сожалению, цифры аналогичные прошлому году. Три единицы меньше число людей, получивших травмы в различной степени тяжести. Это 26 в текущем году и 29 в прошедшем году. Что касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, за истекший период этого года было возбуждено 13 уголовных дел. Определенное количество людей было доставлено на наркодиспансер для проведения свидетельствования. Работа ведется, контроль правоохранительных органов не ослабляется. И если ссылаться на цифры, мы можем отметить, что количество преступлений уменьшается. В Сухомском районе за все время пандемии 2736 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время болеют 136. Стационарное лечение проходит 16 пациентов. Алхаз Читанава отметил, что в районе неохотно вакцинируется. Всего прививку от коронавирусной инфекции сделали 183 человека. Глава района рассказал и о ситуации с потребляемостью электроэнергии.